Организация стран экспортеров нефти надеется, рынок сырья восстановит баланс спроса и предложения уже летом. И необходимости продлевать меры по ограничению добычи, которые работают с января, дольше, чем до середины года, нет. По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, достигнутая в ноябре договоренности полностью проявит себя уже в первой половине года. В ограничении принимают участие не только страны нефтяного картеля, но и другие крупные производители. По данным Рейтера, за первые две недели года средний уровень добычи в России составил 11 миллионов 100 тысяч баррелей в сутки. На 100 тысяч баррелей меньше, чем в декабре. Российские производители должны были снизить добычу на 300 тысяч баррелей. Если другие заметные игроки на нефтяном рынке также будут медлить со снижением добычи, то баланс на рынке восстановится не к середине года, а несколько позже. Если рост котировок затянется, то в таком случае в игру вступят американские игроки. Добыча на сланцевых месторождениях в США в этом году начнет расти. Это одна из возможных реакций на рост цен. Еще один вариант снижения спроса на нефть, если она продолжит дорожать. Ну и в-третьих, страны, которые раньше были крупными импортерами, такие как Китай, при высоких ценах получат дополнительный стимул развивать внутреннюю добычу. Это уменьшит спрос на мировом рынке, а импорт в Китай уменьшится. По подсчетам американского агентства энергетической информации, добыча в США на прошлой неделе существенно выросла. Сейчас ее объем составляет 8 миллионов 950 тысяч баррелей в сутки. Добыча ведется самыми быстрыми темпами с апреля прошлого года. Россия вместе с другими участниками соглашения будет обсуждать его успехи на выходных в Вене на особом министерском заседании. По словам российского представителя в картеле, конкретные шаги будут зависеть от развития ситуации. Если участники соглашения будут снижать добычу медленнее, чем ожидали раньше, то срок ограничений по добыче могут и продлить. Федор Барков, Вести.